ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА 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 Бронзовый солдат, вставший на защиту Родины. Высота скульптурной композиции вместе с постаментом 6 метров. Вес более 3 тонн. Это одна из страшных картин Великой Отечественной войны, когда здесь, в болотах Новгородской области, сложила голову практически вся 2-я армия. Первоначально советским войскам удалось глубоко вклиниться в расположение противника. Однако к марту 42-го наступление захлебнулось, и армия оказалась отрезанной от основных сил. В тяжелейших условиях, испытывая нехватку боеприпасов, продуктов питания, одежды и средств связи, не имея возможности эвакуировать раненых, бойцы несколько месяцев продолжали героически вести боевые действия. Подавляющее большинство тех, кто раненый, истощенный, лишенный боеприпасов, попал в плен и не пошел на сотрудничество с врагом. Среди них был известный татарский поэт Мусаджа Лиль, замученный в фашистских застенках. В своих прощальных строках, обращенных к родине, он пишет, «Кто посмеет сказать, что я тебя предал, кто хоть в чем-нибудь бросит упрек, волхов свидетель, я не струсил, пылинку жизни моей не берег». Открытый сегодня памятник призван восстановить историческую справедливость. В результате ожесточенных боев в 42-м в Новгородских болотах погибли десятки тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Еще 30 тысяч человек оказались в плену. Командовал армией на последнем этапе генерал Власов. Тот самый, что бросил своих солдат, сдался в плен и вскоре возглавил нацистских коллаборационистов. О трагедии его подчиненных из 2-й ударной армии долгие годы предпочитали не вспоминать. Конечно, историческая справедливость восторжествовала, и те, кто связывает судьбу 2-й ударной армии с предательством Власова, делают это или по заблуждению, или от исторического невежества, либо по ошибке. Потому что, конечно, никакой ответственности бойцей и командиров 2-й ударной армии, тем более погибшие здесь, люди гибли здесь десятками тысяч, конечно, они не несут никакой ответственности за измену Власова, которую тот совершил в одиночку. Памятник был создан в рекордно короткие сроки. Из 10 вариантов, представленных на конкурсе, выбрали, по мнению жюри, лучший проект. С инициативой увековечить память советских воинов, создать у трассы М-11 мемориальный комплекс, выступили госкомпания «Автодор» и фонд развития науки и культуры «Таволга». Эта работа оказалась очень простой. Символ простого русского солдата, обычного мужика, который, несмотря на все тяготы, сложности, взял винтовку и пошел защищать свою родину. Несмотря на него, тоже понятно, солдат не идет в атаку, он защищает свою родину. Новгородская такая фраза. Кто с мечом там придет, от того и погибнет. С 2013 года, то есть с момента начала строительства скоростной автострады, в этих местах были обнаружены останки более 300 советских бойцов и около 2000 неразорвавшихся снарядов. Павших перезахоронили с воинскими почестями. А личности 14 бойцов удалось установить и передать останки родственникам. Мне отрадно говорить, что сегодня дорога живет и развивается. И то, что помимо вещей материальных, которые нужны каждому пользователю, на этой дороге появляются места духовного притяжения, такие, как этот замечательный памятник, это показывает, что мы умеем чтить память наших предков. По сути, это душа этой трассы, потому что стон и боль родных и близких, которым до сих пор не вернулись их сыновья и братья с войны, они находятся здесь. И то, что поисковики России через 75 лет возвращают родным и близким тела бойцов, это достойно уважения этой работы. Рядом с мемориалом на другой стороне трассы открыли и придорожный киот иконы Божией Матери, знамения и святого благоверного князя Александра Невского. Выполнен он из известняка, чьи освящение совершил митрополит новгородский и старорусский лев. Отныне каждый, кто едет из Москвы в Петербург и обратно, сможет остановиться и отдать дань памяти тем, кто до конца исполнял свой воинский долг. Служба информации Фонда История Отечества. Фонда История Отечества. Фонда История Отечества. Продолжение следует...